МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И за эти 4 года уже большое количество людей достаточно узнали про него, и про плюсы, и минусы, связанные с ним. Давайте, наверное, про плюсы поговорим. То есть положительные последствия от процедуры банкротства. Пройдя процедуру банкротства, что человек получает, проще говоря? Какие положительные последствия наступают? Во-первых, самое главное, основное последствие – это списываются все долги под ноль. Ни на кого при этом они не переходят, ни на родственников, ни на кого. Долги списываются под ноль. Это ни отсрочка, ни рассрочка. Полное списание, еще раз повторюсь. В результате прохождения процедуры банкротства все исполнительные производства, все судебные процессы, связанные с долгами гражданина, они немедленно прекращаются. Никто не вправе уже подать из банков, например, микрофинансовых организаций заявление в суд о взыскании гражданина за должность, потому что он официально прошел процедуру банкротства. Все исполнительные производства, судебные процессы, они прекращаются. Когда человек признан банкротом, и долги, соответственно, с него списываются. Также гражданин свободно сможет пользоваться банковскими карточками обычными. Я говорю про обычные дебетовые карты, которыми мы в магазине расплачиваемся, куда зарплата, пенсия приходят. Все это возможно будет ими пользоваться. И гражданин уже может не бояться, что с этой карты будут списаны денежные средства. Также, если актуально для гражданина, за границу он ездить сможет после прохождения процедуры банкротства. И также на свое имя приобретать имущество, как движимое, так и недвижимое. Все это ему будет возможно. Все очень хорошо. Плюсы. Но без минусов, если есть плюс, должны быть и минусы. Да, совершенно верно. Но минусы, они очень незначительные. И о минусах уже практически всем известно. О отрицательных последствиях процедуры банкротства. Я напомню их. Это гражданину нельзя брать кредиты и займы, не упоминая о том, что он прошел процедуру банкротства в течение пяти лет. В течение трех лет гражданин не сможет занимать руководящие должности, быть учредителем, руководителем, главным бухгалтером. ИП открыть он сможет. И также в течение пяти лет нельзя будет повторно пройти подобную процедуру, то есть процедуру банкротства, если вдруг гражданин нахватает вновь долговых обязательств. Каждый ли человек, у которого есть долг тот или иной, может пройти эту процедуру? Или существуют ограничения? Вы имеете в виду ограничения по задолженности? Нет, не по задолженности. Какие категории людей не попадают под эту процедуру? Да, конечно. Есть и такие категории граждан, которым не подойдет банкротство. Например, да, у человека есть тот вид долга, который нельзя списать. Например, как вы сказали, это алиментные обязательства. Соответственно, данный вид долга списанию не подлежит. Также списанию не подлежат долги, например, вследствие причинения вреда жизни и здоровью человеку. Такие долги нельзя списать. Задолженность по моральному вреду также нельзя списать. Задолженность, которая образовалась в результате преступления, например, мошенничество было совершено, кража, то такие долги также не подлежат списанию. Все остальные долги – это кредитные обязательства, долги перед микрофинансовыми организациями, долги по ЖКХ, все эти долги подлежат списанию, соответственно. Александр, когда вы пришли перед интервью и представились как банкрот, вы являетесь банкротом, правильно? Да, на настоящий момент являюсь банкротом. Что это для вас на сегодня, ваше состояние? Это состояние души или состояние отсутствия долга все-таки больше? Это состояние души. Со знаком плюс или опять или минус? Это состояние души и на том же самом деле осознавать, что, как говорится, появился новый глоток воздуха в этой жизни, когда списались меня на долги. Нам, наверное, историю хотелось бы вас услышать, потому что теория – это понятно, а практика – это вот ваш конкретный случай. Что у вас произошло и почему вы решились на эту процедуру, не самую приятную, скажем так? Ну да, к этому я пришел. Сначала хотел заняться небольшим бизнесом. Не получилось у меня заниматься бизнесом, прогорел я. Потом наложилась такая ситуация, что пришлось играть в свадьбу сыну. Он, естественно, был студентом политехнического института. Пришлось, естественно, у него родилось дитё, и мне пришлось, естественно, им помогать в данной ситуации. Ну и, естественно, набрались долги, которые я уже не смог оплачивать. Ну и начал обращаться в разные юридические фирмы за помощью. И вот во многие я обращался в юридические фирмы. И самое удивительное, почему у меня возникало к ним недоверие, потому что ни в одной юридической фирме у меня не спрашивали. Единственное, только спрашивали, сколько у меня общий долг и какой мой доход. Естественно, у меня возникало к этому недоверие. А обратившись в данную юридическую фирму, было всё подробно анализировано. Моя ситуация, где какие кредиты, сколько у меня является платёж по данным кредитам, какой у меня доход. То есть было всё подробно разобрано. И Сергей Иванович сказал, что в данной ситуации вам подходит процедура банкротства. Сколько длилась эта процедура? Процедура банкротства длилась всё зависит от, в какое время вы сами соберёте документы, если вы их сами собираете. Ну вот так заняла процедура где-то месяца 8-9 процедура банкротства. Сергей, когда длится вся эта процедура, в течение этого времени, когда человек перестаёт накапливать долги? Когда выносится решение суда о признании его банкротом. Именно с этого момента начинаются первые юридические благоприятные последствия для гражданина. То есть его уже никто не будет беспокоить, ни пристава, ни коллектора, ни сотрудники банков. И как раз таки с этого момента прекращаются все исполнительные производства, судебные процессы, связанные с долгами гражданина. А что послужило для вас вот той самой точкой, после которой вы решились на банкротство? Ну сами представляете. Потому что у человека, знаете, до последнего вот какая-то надежда, вот-вот и я выкручусь, вот-вот и я выкручусь. У меня такая ситуация тоже получилась. Я где-то примерно год как-то пытался бороться с этими платежами, естественно, где-то погашал, что-то где-то подрабатывал. Ну, естественно, потом пошли, запомню, я пошла задолженность, просрочки, звонки с банков, от коллекторов с угрозами. И это, естественно, морально очень сильно действует на человека. Потом после я просто из передачи узнал, что принят закон о банкротстве. И решил для себя, что это реально возможность списать долги по кредитам и начать, как говорится, жизнь с нового листа. Вам же был назначен арбитражный управляющий, или как правильно, финансовый управляющий? Да, арбитражный управляющий. Это человек, который полностью следит за всеми вашими доходами и расходами, так? Да. Расскажите вот об этой части вашей истории. Ну, я считаю, в данной ситуации у меня не возникло никаких, как говорится, проблем с этим. В этот период доход гражданина просто перешел в ведение арбитражного управляющего. И уже арбитражный управляющий выдавал зарплату человеку, который проходит процедуру банкротства, который проходил процедуру банкротства. Вот так будет правильнее сказать. Но никаких конфликтов на это будет? Нет, совершенно нет. Арбитражный управляющий – это не государственные органы, это не приставы. То есть бояться совершенно не стоит его. Мне хотелось бы, чтобы вы еще раз повторили, вот коротко, если можно, сам алгоритм этой процедуры банкротства. С чего начинается и чем завершается? Начинается все с того, что клиент к нам обращается, анализируется его случай, делается вывод, подходит ли ему банкротство, если оно ему подходит. Соответственно, мы начинаем с ним взаимодействие. Собираются документы, чтобы выяснить всю информацию по гражданину. После того, когда мы собрали все необходимые документы, мы обращаемся в суд. Затем суд выносит решение о признании гражданина банкротом. С этого момента, я уже говорил, наступают первые юридические последствия положительные. И как раз таки в этот момент назначается арбитражный управляющий. Задача которого заключается в том, чтобы проанализировать неплатежеспособность гражданина. И после соответствующей работы арбитражного управляющего, он составляет финансовый анализ в виде отчета, где формулирует вывод о том, что гражданин подлежит списанию задолженности, потому что он является неплатежеспособным. И данный отчет арбитражный управляющий направляет в суд. И суд уже на последней стадии списывает задолженность гражданина. Вот, если коротко говорить, таким образом проходит процедура банкротства. А вот если у гражданина есть имущество на момент начала процедуры банкротства, что с ним происходит? Ну, смотря какое имущество есть. Если у гражданина единственное жилье только в собственности, то ничего не происходит. Единственное жилье, оно охраняется законом, и его никто никогда не имеет права забрать. Вы про какое имущество имеете в виду? Ну, например, машина. Соответственно, это является излишком гражданина. И подобное имущество, оно, соответственно, подлежит реализации на торгах в рамках процедуры банкротства. Просто очень частый случай, когда у гражданина, допустим, имеется долг в размере нескольких миллионов, но у него есть автомобиль, который стоит, допустим, меньше 500 тысяч даже. Он понимает, что продав даже данный автомобиль, он не сможет перекрыть все свои долговые обязательства. И таким образом ему также банкротство подходит. Единственное, что ценой до потери автомобиля, потому что она реализовывается на торгах, и частично долги гражданина за счет реализации этого автомобиля перекрываются. А оставшийся долг, допустим, у человека был миллион долга, да? Машина стоит 100 тысяч. За 100 тысяч она продается в банкротстве арбитражным управляющим. Соответственно, 100 тысяч перекрываются долгового обязательства. 900 тысяч долга остается. Оставшийся долг подлежит списанию. Вот в таких случаях, да, имеет смысл идти и с имуществом на процедуру банкротства. Александр, какой главный урок вы получили после процедуры банкротства, завершения? Ну, самый главный для меня урок я получил, что, как говорится, надо поменьше брать кредитов и влазить в кредитные долговые ямы. Особенно вот эти вот кредитные микрофинансовые организации. То есть надо все, подходите, как говорится, свежей головой. Сейчас вы себя чувствуете счастливым человеком? Естественно. Очень счастливым. Потому что у меня в настоящий момент нет ни долгов, мне не поступают звонки ни из банков, ни коллекторских фирмов. К банковской карточке у меня все действительно переселяется зарплата и пенсия. Я в любое время могу пойти, снять там денежные средства. Раньше, естественно, до происхождения процедур банкротства поступали денежные средства. У меня бывало, что и снимали банки, судебные приставы. То есть оставался без финансов, как говорится, прибавление денежных. В настоящий момент я себя чувствую очень спокойно и в любой момент могу пойти и снять свои денежные средства. Сергей, и очень коротко, самый главный совет, который вы можете дать тем волгоградцам, которые пока только что раздумывают, банкротится им или нет? Я всегда данный совет даю таким гражданам. Побыстрее решиться на прохождение данной процедуры. Это самое главное. Потому что самый главный барьер у граждан, они не могут решиться на эту процедуру. Не верят, что все это возможно. Это возможно. Подтверждением этому являются граждане, которые уже успешно прошли процедуру банкротства. И ежегодно количество граждан-банкротов увеличивается в полтора-два раза по сравнению с предшествующими годами. С каждым годом увеличивается рост. Спасибо вам большое и всего хорошего. Спасибо, Татьяна. А вам, дорогие телезрители, напоминаю, что сегодня моими собеседниками были руководитель Центра банкротства граждан Сергей Гончаров и Александр Лосев. До свидания и до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова